Смотря на это все, честно, больно. Я сначала даже не поверила, когда мне сказали сначала об этом, потом я увидела видео, мне начали писать мои одноклассники, друзья, которые там еще учатся, все плакали. Я до сих пор не могу поверить в это. Три поколения наших учились в этой школе. Моя бабушка, мой папа и тетя, и я с сестрой тоже учился в этой школе, и училась моя племянница, которая приехала из Попасной. Та самая эвакуировалась. Та самая эвакуировалась. Я здесь в коридорчике сидела, разговаривала по телефону, а он, мы слышали сначала взрыв. Вот. А он хотел выйти, он как мужчины, все выбегают за чем-то смотреть. И он открывает дверь, его волной назад, как ударило. Ну тут щека, вчера красная была рука. Хорошо, бак еще был, горячая вода, так мы горячей воды бутылки понабирали под одеяло и до утра так пролежали, можно сказать. Не сарапинки. Как раз вовремя зашел и присел, хотел матери позвонить. Присел именно в такое место. Одно окно с одной стороны пролетело, а другого с другой стороны. Полный дворасход. Это только вот под ногами поутбиралку. Продолжение следует... Два часа ко мне пришел ребенок, мы дома занимаемся по музыке. Начали стрелять, ну испугались, конечно, у меня под балконом взрыв был. С ребенком упали под пианино, потом перелезли в ванную. Ребенок испугался, конечно, ребенок маленький, даже семи лет нет ребенку. Ну а потом в ванной просидели, пока били. Перепугались, конечно, стекла посыпались, все посыпалось. Мы-то взрослые, ладно, еще. А детки просто ходят домой же заниматься, мы онлайн занимаемся. Ну вот так вот. Это было тихо, а тогда внезапно, как гром среди ясного неба. Рвануло и все. Вот весь эта сторона дома, все окна нарушены, все. Вчера произошел обстрел в Николаевке. И мы, в принципе, были недалеко. Нас здесь все знают, нас попросили приехать, посмотреть и помочь в том, чтобы закрыть окна, фрагмент крыши. Дома 4-5 здесь пострадало по этой улице. На соседней улице, через улицу, там тоже люди пострадали. Но там двухэтажные дома. Вчера рядом с тем домом убила женщину. Мы только были на той улице. Четыре. Четыре кассеты там лягло. Женщина просто не успела оттуда уйти. Стрельба страшная была. Переполох такой был, что мы вообще в шоке были. Два выстрела. Она шла выбросать мусор. Или назад шла, или только туда шла. Лежала. Она ходила вообще с зубопалочками. И так она и лежала с зубопалочками. Только мужа похоронила месяц назад. А тут случилось такое. Музыка. Музыка. О, здравствуйте, дорогие товарищи. Говорит и показывает. Город Славянск. Донецкой области. Сегодня у нас 15-е. 0-2-е. 24-е. В городе неспокойно. Слышны взрывы. Только не у нас, а по округе. Очень тяжело все это слушать и это опять вспоминать. Два года назад такое было. И в 14-м году я никуда не уезжала. Была здесь. Так что бои идут, видно, серьезные. Атакуют, атакуют и атакуют. Так что прорывают оборону. Не прорывают оборону. Нам это неизвестно. Но говорят, что русские, конечно, идут как бы, как это говорят, натиск. Натиск, натиск. Так, ну шо. Вот и все. Погодка начинает холодать, потому что ветер северо-западный. Так.